Каждую вторую среду в 13 часов слушайте программу «Другой мир». Здравствуйте. В эфире программа «Другой мир». Её ведущая Татьяна Доля, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня в гостях у нас Даниил Трофимов, аналитик, учитель системы дизайн человека. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Сразу скажу слушателям телефона прямого эфира 672939. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Ещё раз здравствуйте, Даниил. И давайте наши 40 минут, отпущенных нам, поговорим. Ну, начнём с того, что вообще такое дизайн человека. Кто его открыл, может быть, в двух словах, и как вы вообще к этому пришли? Сразу с рюкзаком задали, да? Да, да. Так, давайте убедимся, у нас какая-то практическая заложка есть. Я слышу, я слышу проблему. Немножко. Что-что? Вот вроде уже прошла эта история. Всё хорошо, теперь всё хорошо. Была проблема со связью. Вы спросили, знаете, что такое дизайн человека, как он появился и как я к ним пришёл. Три разные истории совершенно. Появился он в 87-м году, и появился он не где-то в лабораториях исследовательских, а в качестве мистического откровения, что делает, конечно, это знание наиболее притягательным, наверное, в первую очередь для людей, которые, так скажем, склонны к какой-то эзотерическим темам, да, и к духовным поискам. Но по факту отталкивает этих же людей своей механистичностью. Потому что на самом деле дизайн человека называется наукой, и не зря, потому что это логическая система. Это система, которая, по сути, механично. Это не какая-то система медитации или развития каких-то духовных способностей. Это описание того, как работает и функционирует наш мир. И человек, который это знание получил, его звали Рауруху, сейчас уже его нет в живых, оставил дизайн человека как часть, потому что есть еще дизайн млекопитающих, дизайн растений, дизайн других новых форм, поскольку все живые формы имеют свою архитектуру. В английском слово дизайн имеет более объемное значение, чем в русском. У нас это дизайн как дизайн упаковки, да, мы воспринимаем, а в английском это что-то вроде как замысел. То есть замысел той формы, о которой мы говорим. Дизайн человека это конкретно наука об устройстве, о замысле, о механических характеристиках того, что мы называем человек. И, конечно, да, для людей, которые в ожидании некой такой одухотворенной информации, встречая в дизайне человека дальнейших уровней обучения или изучения этой системы, вот эти вот слои, что оказывается там, наши чувства механистичные, оказывается то, что мы называем любовью, это тоже механистические вещи, что совершенно не противоречит, например, нейробиологам и биохимикам, которые примерно то же самое говорят, просто через призму тех систем, которые они представляют. Вот. Ну, в общем, дизайн человека наука об уникальности, об уникальности человеческих существ, поскольку нет ни одного идентичного живого. Когда все формы по факту рождения являются уникальными, мы все дифференцированы в этих формах, то мы изучаем в дизайне уникальность, то, как функционирует именно наша форма, и там конкретно формы тех людей, с которыми мы им делаем, то есть наших близких. Это очень облегчает процесс взаимопонимания, и, в общем, освобождает нас от ряда иллюзий относительно природы реальности. Я же в дизайне человек появился чуть больше семи лет назад, то есть он встретился на моем пути, как и всегда это бывает, сначала кто-то рассказал, у него не возникло большого интереса. Но потом вот как-то мне его представили, показали, мой скептический ум сначала это дело все отвергал, игнорировал, но в последующем мои эксперименты, мои собственные наблюдения только подтверждали дееспособность этого знания, работоспособность этого знания, и я дальше уже вошел в эксперимент, то, что называется непосредственно трансформационный такой процесс, который в дизайне человека называется экспериментом. То есть это проживание себя в соответствии со своим внутренним авторитетом, которое, ну, есть некие, скажем так, особенности у каждого из нас, да, у каждого типа, у каждого человека есть свои характеристики. Если мы, опираясь на свою природу, начинаем принимать в жизни решения, то наша жизнь начинает меняться, она начинает быть непосредственно нашей, да, не обусловленной, такой, как это было обучено нами через социально обусловленного, да, такого порядка, а через нашу природу. И вот, как бы, возвращение к жизни, которое соответствует нашей природе, называется разобуславливание, то, что в дизайне называется эксперимент. Я семь лет в этом процессе нахожусь, и, в общем, в ходе этого процесса получил образование, и так случилось, что он теперь является моей профессиональной сферой. Ну, вот, собственно, я ответил на ваши три вопроса. Да, да. Ну, сейчас все больше и больше людей как раз подходит к тому вопросу, в общем-то, а что, кто я, и для чего я, и в чем мое предназначение. То есть, действительно, очень много людей стали задаваться этим вопросом. Раньше как-то все было массово и общественно. Это правда так? Наверное, такая тенденция времени. И вот по поводу предназначения, что в вашем понятии? Ну, я, наверное, буду задавать вопросы просто через призму вашего восприятия. Так, наверное, будет интереснее понять и точку зрения дизайна человека через ваше видение. У меня нет выбора в этом смысле, что в любом случае я через свое видение выражаю. То есть, мы все, пропуская через себя чистоту любого знания, выдаем какой-то микс уже этой информации со своим бэкграундом, ландшафтом внутренним. Поэтому да. Что такое предназначение? Да. В вашем вот понимании. И в моем понимании сейчас это просто фактическое проживание своей природы. То есть, это не какая-то некая там универсальная для всех людей цель, да, типа а-ля там изменить мир там или что-то. Ну, какие там самые такие, да, незрелые детские фантазии по поводу предназначения существуют. У меня будет Великая Лисия, я вырасту и буду там Наполеоном, ну, все вот эти вещи. Для меня сейчас это видится как просто ежечасного, ежесекундного пребывания в присутствии внутри своей формы, то есть проживания своей жизни, сдачи тому, что сейчас для моей формы, для моего тела, для моей природы корректно. И это определяет мое предназначение. Иногда это мыть посуду, иногда это обучать кого-то, иногда это учиться чему-то, иногда это заниматься любовью, иногда это ходить в туалет. Это все предназначение того, что такое быть человеком. Вот, и вот эти все наши ментальные идеализмы относительно того, что такое человек и какова его большая миссия, дизайн человека все демистифицирует. В этом его, конечно, такой, я горячо люблю его за это, ну, такова моя природа, но есть те, кому это очень не нравится, что демистифицируется все, все разбирается на винтике, и все можно посмотреть, как оно есть. Естественно, для ума это катастрофа, это как такой Бет-3 пайвасочный, да, когда нам вдруг из-за наших вот всех представлений о том, что Дед Мороз есть и все прочее, показывают, что на самом деле Дед Мороз – это папа с бородой наклеенный. Вот, это не плохо. Папа еще лучше даже, чем чужой дядька, правда? Но это не то, как мы ожидали. Поэтому предназначение человека – это такая вещь, вот, немножко более бытовая, что ли, чем это может звучать в вопросе. Но тогда все-таки нужен ли Дед Мороз? Ну, для ребенка. То, что существует во Вселенной, оно нужно, значит, раз оно существует. Ну, да, наверное. Ну, вот, это уже вопрос от меня. Я с астрологией немножко знакома. И здесь, конечно, есть отличия, безусловно. И, может быть, поясните нашим слушателям, все-таки в чем отличие астрологии, потому что там тоже делается натальная карта на момент рождения. И здесь, насколько я понимаю, насколько я успела познакомиться, делается тоже карта, называемая бодиграф, да? Вот, может быть, отличие астрологии от дизайна человека в чем заключается? Дизайн человека состоит из таких, вот, скажем, частей, как конструктор, да, где астрология в каком-то смысле не полностью является частью, но некоторые аспекты, из астрологии используются. Вот мы, как вы сказали, мы берем время рождения и место рождения для строения карты. Пожалуй, это, наверное, почти единственное, что используется, что аналогично астрологии, но есть просто еще также отсылки к Эдзин, она большая часть, да, тоже это система дизайна человека. То есть много-много разных систем, не только астрология. Но вопрос ваш был про астрологию, поэтому сфокусируемся на этом. Это просто такое некое отвлечение. Значит, в астрологии мы делаем натальную карту по времени рождения. В дизайне человека бодиграф автоматически рассчитывается программой по двум точкам. Момент рождения, и сама программа-система отсчитывает 88 солнечных градусов от рождения назад. То есть, переводя на русский язык, это примерно 88 дней до рождения. То есть у нас в расчете есть два столбика. Вот красный и черный, да, красный – это бессознательные аспекты, то, что отпечаталось, импрентировалось еще до рождения, 88 дней до рождения. А черный столбик – это сознательные аспекты. Поэтому можно сказать, что в отличие от астрологии мы имеем бинарный расчет. Расчет на бессознательную часть, расчет на бессознательную часть, которая является ни много ни мало половиной нашей природы. И в этом смысле в дизайне человека есть преимущество, потому что есть вещи, которые астрология не может объяснить, в силу того, что она это не рассматривает. То есть мы рассматриваем только ту часть, которая сознательно зафиксирована. И я с уважением от астрологии в том контексте, что я не специалист, сразу скажу, я не проводил каких-то исследований, испытаний, таких, каким я подвергаю дизайн человека в своей жизни. Но то, что я слышал от астрологов в свой адрес, находило резонанс во мне. Хотя я допускаю, что это может быть так называемый эффект Бармана, по-моему, когда нам сообщают информацию якобы для нас, и мы говорим, да, это про меня. Но тем не менее, утверждать такого я не могу. И отношусь с уважением, потому что то, что мне представляли, то, что мне говорили, мне заходило. Однако в астрологии есть вот этот недостаток, что мы не можем посмотреть на синтез сознательного и бессознательного. А дизайн человека, конкретно модиграф, это синтез, то есть сочетание бессознательных и сознательных аспектов. Потому что человек неразрывно связан. У нас есть личность, у нас есть дизайн. Или говоря таким метафорическим языком, вы садитесь в машину, вы видите салон автомобиля, вы видите руль, вы видите себя, может быть, с отражением в зеркале, но кузов машины вы не видите. Вы не видите колеса в этот момент, вы не видите, как она... Я понимаю, о чем вы говорите. Да, да. Это наша бессознательная часть, она описывается в дизайне человека, и это тоже часть того, что, значит, познакомиться с собой. Удивиться, узнать, вспомнить, потому что, в каком-то смысле люди, которые особенно постарше, узнают про эти именно бессознательные красные активации, они говорят, да, да, в моей жизни действительно не раз замечал вот эти аспекты, хотя сознательно это не наблюдается. Сознательное, черное, мы с ним прямо отождествляемся и это видим. Поэтому вот это такое первое отличие. Дальше мы видим, что астрологи, в силу того, что астрология древняя, система знаний, она не могла операцией, не могла как бы учитывать научное открытие современное. В дизайне человека, как передала Тарау Руху, получившая эту информацию, программирование осуществляют не сами планеты, а частица, которая проходит через эти планеты. Эта частица называется метрина, метрина, и это фундаментальная физическая частица, которая излучается всеми звездами. То есть их огромное количество, я не помню там цифру, 60-50 миллионов, может быть, этих частиц проходит через наш кончик пальца за секунду. То есть если бы мы видели метрина, мы бы не видели больше ничего. Нас просто промывает этим потоком, мы постоянно находимся в программировании этим эфиром, как древние называли энергия ци или еще каким-то образом, прана. Но по факту это вот эти физические частицы метрина, которые там в лабораториях отлавливают, потому что они мало взаимодействуют с материей. Но нашу архитектуру когнитивную, наши настройки, они активируют. И механизм этот тоже описан в дизайне человека, в кастер-клоге, в том, как устроен инкарнационный процесс в наших формах, как мы программируемся, как программируются эти транспортные средства генетические, которые мы называем телами. И, собственно, нейтрин приносит. Просто проходя через эти планеты на пути своем, он получает аспект этих планет, поток нейтрина, и попадая на генетическую матрицу новорожденного, собственно, эта активация и происходит. Этими архетипическими энергиями планетарными. Потому что каждая планета, она свою архетипический мазок такой на полотно нашей жизни вносит. И мы как картина уже готова из этих красок, выходим и демонстрируем себя этому миру, как нечто вот уже такое... Как музыкально мне еще нравится метафора. Вселенная ставит аккорды. И мы звучим этим аккордом. Вы родились, на вашу генетическую матрицу было активировано, поставлено 13 этих сознательных и 13 бессознательных активаций, как вот такими двумя клешнями Вселенная зажала, вот этот, по-моему, рояль. И вы звучите этой чистотой, так же, как и я своей, в этом нет выбора. То есть мы носители этой природы. Вариативность появляется, но только там, где клавиши не нажаты. При встрече с другим человеком, когда другой человек приносит свою энергию в взаимодействие, в композит, в наш, мы сочетаемся с ним. И вот это как бы такое совместное играние уже получается. Мы уже вместе с вами. Это то, что называется отношение уже. Ну, спасибо, вы очень хорошо ответили. Мне сразу всё понятно. Но вы знаете, вот в моей жизни очень много всегда было подруг и друзей астрологов, нумерологов. Сама я пыталась эти знания получать, но как бы это не совсем, видимо, моё, не совсем моё. Но вот в общении с астрологами всё время звучит, знаете, мы собираемся, там, девочки, а тут идёт, там, ретроградный Меркурий, там, транзит такой-то, шестёрки, восьмёрки, девятки. Знаете, в какой-то момент вот, ну, мне, в общем-то, ну, не очень стало уютно вот в этом постоянном таком разборе, да. То есть происходит не просто общение такое, знаете, как между собой, а вот такие вот всё время ярлыки, да. Вот там шестёрки говорят так, девятки там делают это. Значит, эти, те, у кого там проявлено, ну, то есть без конца вот это вот идёт такие... И появляется всё время желание, вот ты не успел познакомиться ещё с кем-то, да, там, например, с молодым человеком или с мужчиной, твоя подруга уже его быстренько посмотрела и даже не попросила, да. В общем-то, надо ли это? И вот у меня такой вопрос. Вот у вас возникает желание, когда вы встречаете кого-то там, девушку, ну, я не знаю, потенциально приятного, интересного партнёра пообщаться, у вас тоже есть такое же желание сразу его посмотреть? Или же вы всё-таки общаетесь сначала просто, ну, просто вот как из сердца идёт? Поменяет? Если я, если человек, который это делает, уже в своём процессе, в своём эксперименте пришёл к точке, когда им движет не ум, а его жизненная сила. Пояснилось? В начале знакомства с дизайном человека все люди делают одно и то же. Они начинают смотреть всех окружающих и говорить им на этом птичьем языке, у тебя такой профиль, у тебя такая цифра, у тебя, значит, вот это. И причём эти интерпретации обычно основаны на очень низком уровне осведомлённости, то есть они поверхностные, эти как бы выводы, и вызывают отторжение, потому что на уровне чистоты это не проникает в человека, которому это сообщают. Это ощущается как абсолютно ментальное, какое-то вот такое вот, немножко сектантское такое вот щебета. Я об этом и говорю. И хочется человека вытряхнуть из этого, сказать, да, можешь ты общаться нормально, да, вот от себя, от своей природы. Но мы ментальные существа, мы постоянно как бы обуславливаемся, тем более концептуально, а дизайн человека — это концепция. Ну, то есть, вернее, как сказать, то, что он несёт под собой, это потенциал, да, вот этого, как бы распознавания жизненной силы, после которой тебе, в принципе, эта концепция не нужна, да, это не концептуальная вещь, это экспериментальная вещь. Но сама информация — это же концепция, это концепция об устройстве человека, концепция... А мы так устроены, что как только мы получаем концепцию какую-то, мы начинаем, значит, через неё всё это дело как через рамочку. Топушка, да. Со временем у меня развился такой, значит, тот, что у меня был этап, я не исключение, но когда, значит, спустя какое-то время я начал знакомиться с людьми, говорить им, ты мне не показывай бодиграф свой, я как игра такой не говорю, я смотрел, наблюдал, угадывал или не угадывал, ощущал, да, и вот как бы мне было интересно, моя сенситивность, моя чувствительность, она сможет распознавать эти вещи, если я заранее это не знал. Вот. Такой эксперимент у меня был, он, я считаю, был успешным, потому что в большинстве случаев я довольно точно определял, поскольку мне потом давали данные, я строил и видел. Иногда бывало там точно все доворот я мог притепить, вот, характеристики того, с кем я взаимодействую. Ну, сказать, что сейчас это мешает, я бы не сказал, потому что даже если я вижу в карте у человека какие-то аспекты, я, да, с удовольствием смотрю, конечно, карты людей, близко общаюсь, это как-то, знаете, как будто заостряет видение человека, да, вот, для меня так, вот. Но это не определяет мои решения. Вот, например, я вижу в карте у человека, там, вижу непростой компромисс, да, то есть это что значит? У меня есть ворота, у него весь канал, и в этой теме, в теме этого канала будет, скорее всего, проблема в коммуникации, там, недопонимание или какие-то вещи. Или вижу какие-то аспекты, которые, ну, мне не хотелось бы, скажем, в своей жизни, я их там, ну, боюсь, или просто они мне некомфортны, то есть, и как бы моя голова, да, это калькулирует, как вариант, типа, не надо. Но я же не оперирую из ума, у меня есть мой внутренний авторитет. Благодаря дизайнеру человека, я 7 лет это тренировал, чтобы мой ум не участвовал в процессе принятия решений в моей жизни. Значит, я опираюсь на то, как мое тело распознает энергию этого человека. Если у меня есть отклик на взаимодействие, моя энергия идет, я чувствую удовлетворение от этого контакта, то по-большому счету без разницы, какие у него там ворота, какие у него, какой у него профиль. Да, да, вот я об этом. Поэтому на разных стадиях, видите, как на разных стадиях, по-разному это будет играть, эта тема. А так, конечно, да, мы ментальные существа, и это уродует очень, ну, как бы, я имею в виду подход такой наш, да, жить из головы, он уродует все. То есть дизайн человека, по сути, знание об абсолюте, о механике жизни, о драйверах нашей, иллюзии, которые мы функционируем. Но даже такую красоту и тонкость можно испоганить, и выбора в этом нет у людей, потому что мы натренированы жить из ума, а нам с детства разумность, она, как бы, разумность такая ментальная, да, она превозносилась, подумай хорошо, семь раз отмерь, и все вот эти прочие вещи. То есть человеческая, энергетическая чувствительность, да, собственно, готовность, может быть, двигаться без разума, без калькуляции в голове, она отсоединялась, только для детей, только детям это позволено, да, вот, глобально, цивилизационно, и кто до какого-то возраста. Потом в школе мы их сажаем, там, семь лет за парту, твердый стул, сидеть надо так, руками вот так поднимать, опускать, и вот так, значит, шесть часов в день, одиннадцать лет, ну, и рассказывать в голову информацию, как вы думаете, после этого мы не станем ментальными существами, мы не получим отрезания от нашей жизненной силы, если нас вот такие, через такую пытку пропустили все, вот, через одиннадцать лет, как минимум, а дальше там институт, работа и все такое, вот, поэтому, естественно, много лет потом уходит на то, чтобы вернуть себе вот эту игривость, жизненность, свежесть, чтобы обнаружить, что жизнь это не каторга и рабство, а что можно жить и получать удовольствие от процесса жизни, что можно двигаться за энергией, что это немного нерационально может выглядеть, нелогично, но кому какое дело, кому какое дело, мне все равно, логичны мои поступки или нет, если они меня удовлетворяют, если я фрустрирован, то да, я начинаю искать логичные причины, это из-за Путина, это там из-за чего-то еще, ну, какие угодно, ничего не имеет значения, если я фрустрирован, на самом деле, это только о том, что я не иду за своей энергией, никто не виноват, но наши умные головы, зачем они нужны, на самом деле, в мире ложного я, умные головы нужны для того, чтобы объяснить фрустрацию, если это генератор, горечь, если это проектор, злость, если это манифестор, почему ты злой, потому-то, потому-то, вот и все, правда лишь в том, что ты просто не проживаешь свою природу, иначе бы ты был в покое с тем, кто-то такой, это очень сложно делать после тех процедур, которые я писал выше, ну, как бы, школа, это для меня просто и дерчайший пример, я недавно об этом задумался, потому что я начал заниматься спиной, там, йогой, в общем, я стал видеть, что телу нужно двигаться, как бы, эта физическая активность является частью моей природы, и мне дискомфортно даже просто там два часа сидеть на стуле, уже я чувствую неуютно это, да, там, я устаю, я вспоминаю, что это же было 11 лет, по 6 часов, в том возрасте, когда это было остро необходимо двигаться за энергией, и при этом грузило ментальной информацией, конечно, в итоге эти люди, узнавая дизайн человека, они не понимают, что значит эксперимент, они не понимают, что значит жить из отклика, они не начинают сами с этим экспериментировать, они, как вот эти головастики, школьные, также продолжают инициировать, подходят другим людям, начинают им рассказывать, а ты знаешь, ты генератор, то есть ничего не меняется, но это не быстрый процесс, он требует времени, это ловушка такая, в которой, к сожалению, ну вот все мы попадаем знакомы с этим знанием. Ну здесь не только речь идет об этих знаниях, здесь можно говорить о любых консультациях, которые хоть как-то могут влиять на судьбу человека, я говорю еще раз, повторюсь, я довольно много получала различных астрологических консультаций от разных астрологов и, на мой взгляд, достаточно профессиональных, если мы говорим из ума, как вы правильно сказали, но все они все равно, как потом, через какое-то время, много лет я поняла, они все равно действительно транслировали тебе твою же карту, но через свою призму, да, и все равно ты получал квинтэнсенцию его же восприятия твоей карты, то есть если у него есть какое-то там его личное или ее там, неважно, личное неприятие, какой-то тема, да, и она проявлена в твоей карте, то все равно, ну вы понимаете, о чем я говорю, все равно идет какой-то перекос, поэтому я всегда говорю, что нужно очень-очень внимательно выбирать человека, которым ты идешь на консультацию, потому что ты, ну не просто там получаешь информацию, а ты на самом деле, это идет влияние на твою дальнейшую судьбу, очень многие люди очень быстро, ну, меняют свою стратегию жизни под влиянием консультирующих людей, и это не только астрологи, это любые сейчас коучи, которых сейчас переполнен интернет, да? Я, кстати говоря, раз вы так сказали, я сейчас вспомнил, потому что мое первое знакомство с дизайном произошло так, что я получил некоторую грань непринятия себя как раз благодаря интерпретации того человека, который меня знакомил с моей картой первый раз, потому что у него было такое некое оценочное осуждение относительно моих аспектов, ну вообще, они, в принципе, в дизайне есть, у людей у разных, но и меня это как-то вот его непринятие передалось, хотя в дизайне человека, вот если говорить вот прямо про такой идеальный вариант прочтения, оно должно быть механично, то есть есть ключи, это, ну как бы официальные слова, то есть у каждого, у каждых ворот, у каждого канала, у каждого контура, у каждого центра, у каждой линии есть свои слова ключевые, и аналитик, хороший аналитик, он должен синтезировать из этих ключей, как вот, знаете, расшифровывать бодиграфт, там не должно быть интерпретации и советов, типа, о, у тебя вот это, это означает вот это, вот без этих вещей должно быть, да, то есть когда мы говорим о кей-нотинге, то есть о синтезе из ключей, да, вот о расшифровке карты в таком прям в чистом виде, это довольно механистичная такая информация, которую, скорее всего, поймет только сам носитель этой химии, потому что она будет попадать очень глубоко вот за пределы даже смыслов, то есть как-то энергетически, скажем так, ну хотя на самом деле просто в ядро его природы, вот, а другой человек может послушать и не понять связи даже этих слов, потому что они, для него ничего не значат, он не сможет, суть-то в том, что эти ключи, они ведь просто в нашей жизни, мы это уже непосредственно проживаем в виде каких-то ситуаций, событий, то есть у каждого есть огромный бэкграунд его персонального опыта, и когда ему даешь эту матрицу из ключей, у него это оживает, его картинки, его из его опыта как бы обволакивают этот скелет этих ключей, он говорит, да, вот это про меня, а когда даешь этот же скелет другому человеку, который под него не делался, этот скелет он делался под постороннего, другого человека, он не поймет, потому что это ключи и формулы здесь, об этом и речь, что дизайн человека, кстати, вот благодаря своей точности мы можем отойти от интерпретации, как в астрологии, где астролог берет некую ответственность, рассказывает вещи, плюс дизайн, что классно, что нет никаких советов никогда, то есть это просто невозможно сделать, потому что у каждого человека есть внутренний авторитет и аналитик, задача аналитика или учителя, неважно, любого человека, который знакомит с дизайном или гиба, провести человека, познакомить его с тем, как оперирует его внутренний авторитет, то есть для того, чтобы он как бы разбудил или прикоснулся к своему внутреннему компасу, к тому, как у него рождаются уникальные решения, на которые он может опираться в своей жизни. Никаких универсальных других советов здесь быть не может, а-ля там ты же женщина, значит, женщины должны быть так, потому что мы знаем, что есть женщины-манифесторы, есть там эго-определенные женщины, там бабы с яйцами так называемые, в природе которых это будет не так, как там ведические астрологи рассказывают, как должна там женщина по ведам. Вот эти все вещи, конечно, как вы сказали в самом начале, что мы уходим от коллективного все туда, все налево, все направо. Дифференциация на то и дифференциация. Different, да, мы разные, у нас есть отличия. Уважение этих отличий, это первая ступенька к любви, к себе, в первую очередь. Когда ты принимаешь, любишь себя, свою уникальность, ты с уважением относишься. Я не говорю, что любишь всех, да, это не обязательно. С уважением относишься к тому, что есть другие, они по-другому оперируют, ты это понимаешь, ты не проецируешь на других, что они такие же, как ты. Это уже облегчает путешествие здесь очень сильно. Ну вот в начале нашего разговора мы говорили о том, что, да, мы все сейчас пытаемся, по крайней мере, те, кто уже подошли к этому вкусу, почувствовать себя, быть честными с самими собой, да. Ну вот, сама прохожу это и понимаю, что, находясь в социуме, это правда, ты все время на грани компромисса какого-то. И я вот просто думаю, для людей бизнеса, для людей, сначала я думала, а вот как же в бизнесе, вот, ну, у вас же есть тоже бизнес, да, как вот этот, как эту гармонию соблюсти и, с одной стороны, не предавать себя и быть честным с самим собой, с другой стороны, решать какие-то вопросы, в которых, ну, часто ты вынужден как-то вести себя не так, как ты бы повел себя, может быть, да. и когда мы говорим о том, как ты, ну, там, договариваешься со своим партнером, это одна история, а если ты еще и наемный работник, и ты, в общем-то, зависимый гораздо больше, да, тут это еще больше усугубляется. И вот как сохранить эту, свою чистоту и вот быть честным с самим собой в данной ситуации? делать лучше, что возможно в текущих обстоятельствах. Это универсальная такая вещь, потому что идеальная или формула, формула дизайна человека такова, да, что у нас есть, предположим, мы говорим о 70% людей, это генераторы, это более-менее универсально будет звучать, потому что большинство слушателей ваших тоже генераторов. Для генератора, если очень сильно упростить все, что есть в дизайне человека, задача заключается в том, чтобы жить такую жизнь, в которой ты делаешь то, что ты любишь делать. Твоя жизнь, если ты генератор, она об энергии, куда ты расходуешь энергии. Но прийти к этой жизни из ума ты не можешь. Ты можешь только через отклик, то есть это значит встретить что-то на своем жизненном пути, с чем ты срезонируешь энергетически и не обмануть себя в этом смысле, а позволить себе пойти за энергией и делать то, что ты любишь. Но теперь представьте, что мы говорим о работе по найму. С одной стороны, конечно, возможно, что человек работает по найму, ему нравится эта работа. В таких случаях тоже, не то чтобы большинство, явно нет, но они есть. Некоторые люди очень любят свою работу. Если это генератор, он приходит с радостью на работу, с радостью это значит, что он не из-за денег только туда приходит. Деньги это хорошо, они приятным дополнением и необходимым для наших нужд, выживания и прочих вещей. Но 8 часов в день самого активного жизненного творчества времени, мы проводим в своей какой-то работе. Если это работа по найму, предположим, если вам нравится вести радиопередачу, вы приходите, для вас это кайфовое занятие, которое вам просто нравится. Это значит, вы на своем месте, если вы генератор. Если вы, например, приходите на работу в смысле, что так, ну мне же надо, потому что иначе я не смогу получить деньги и выжить, и вы тянете до конца рабочего дня, вы фрустрированы на этой работе, только там из-за денег, потом вы приходите домой, ну понимаете, соответственно, вы не можете экспериментировать, в этом не будет, как вы, естественно, будет компромисс. Это, чтобы не говорить универсально, что работать по найму и проживать в своей природе нельзя, я сделал вот это вот разветвление, нет ничего плохого, чтобы работать по найму, это пропаганда успеха, что всем нужен бизнес, это хрень собачья. Огромное количество людей в качестве ремесленников и я скажу, что я это обнаружил, когда я сделал свою компанию, 24 или 25 мне было лет, уже она существовала, от сотрудников было, у меня производство было, мне стало точно, я шел в офис, я шел через парк, и я просто сел, а потом и лег на траву, и понял, что я не могу, я буду обманывать себя, если буду продолжать этим заниматься, моя энергия этого не хочет. У меня появился партнер, и он управляет, и, кстати, у него в дизайне есть, он оборудован, чтобы координировать работу группы, а я пришел к честному выводу относительно того, что я ремесленный, я не хочу управлять компанией, я не хочу расставлять задачи, я не мастер систем, чтобы распознавать, для чего каждый человек хороший, куда его там поставить, мне нравится моя творческая активность, занятость собой, вот и все. Если бы у меня был начальник, и он бы там, ну, может, не контролировал мой материальный план, мне было бы окей, как партнер старший какой-то. Да, да. Ну, так вот получилось, что я сам на себя работаю. Ну, в принципе, это просто о том, что компромиссы здесь, они в любом случае, как бы, понимаете, социум так устроен. У нас в дизайне есть механика, механика, дизайн групп, да, есть пенты, малые-малые группы, там, семьи, например, там, до пяти человек, есть группы ВАА, большие группы, например, вы приезжаете в аэропорт, там, да, сотни людей, и вы можете барашек даже завести по правилам этого аэропорта, иначе вас быстро туда выгонят или задержат, если вы начнете очень экстремальную индивидуальность проявлять свою. То есть, это не то, что мы там в компромиссе, у нас нет выбора просто. Как только мы оказываемся в группе людей, мы автоматически попадаем в групповую динамику. Это силы, это силы, это не просто наш выбор, это жизненные силы, которые нас заставляют быть винтиками в этих механизмах. Поэтому, естественно, если говорить о побуждении индивидуальной природы, то это очень сложно сделать внутри толпы, если вы находитесь где-то, ну, в частности, на массовых культах, там, религиозных, или каких-то практиках духовных, где там 100 человек в пространстве, и, естественно, все будут действовать в рамках существующей, там, ну, не знаю, если это в христианстве, там, то это в церкви будет, что батюшка говорит, то там все делают, там, крикуются, в исламе там то же самое, то есть, это как бы такие групповые обуславливающие вещи, там свою правду индивидуально очень сложно достать, и тем более проживать, поэтому, да, компромиссы эти случаются в социуме, это часть того, что значит быть человеком, быть частью цивилизации, не хотите компромиссов, пожалуйста, в доме Карелии где-нибудь, и... Выбор, да, здесь есть выбор, безусловно. Ну, это не то, чтобы выбор, понятно, что мы обусловлены либо остаться в цивилизации, либо двинуть куда-то на природу, это тоже не наш свободный выбор, а там должна химия созреть, определенная в нас для этого, там, если что. Ну, я к тому, что цивилизация классная вещь, когда ты знаешь, как она функционирует, и ты можешь... Я люблю цивилизацию, я интегрирован в цивилизацию, мне нравится интернет, мне нравятся те инструменты, которые предлагает цивилизация, вот, но я знаю, что я не могу свою дикость проявлять, да, в цивилизации, ну, и окей, я могу одеть маску и пойти на улицу, и нет проблем, у меня не возникает смысла. Да, ну, принять эти правила просто, вот и все в данном случае. Да, на проживание меня, в моем восприятии, в моей когниции, в том, как я вижу, в жизни воспринимаю, общаюсь, чувствую, следование правилам дорожного движения, не... понимаете, это не проблема, это противопоставляет. У нас осталось, ну, каких-то пять минут, наверное, я хотела бы попросить вас, ну, может быть, дать какие-то свои рекомендации, вот, как сохранять себя, свое поле, в общем-то, находясь в обществе, и в социуме, и даже в семейных отношениях, да, свою, вот, какую-то индивидуальность в своем поле, ну, какие-то, может быть, есть у вас маленькие рекомендации? Есть рекомендации, сразу мне это всплыло. Единственная универсальная вещь, которую я могу сказать, потому что остальное все требует разбора, карты. У нас 36 типов питания, у нас там 4 типа, у каждого свой авторитет. Я бы хотела и пропитание затронуть, ну, вероятно, в следующий раз. Да, очень много просто диетарных режимов в дизайне, и это все в карте надо смотреть, что какие-то особенности. А вот индивидуально, это то, что называется сон в собственной ауре. То есть у каждого из нас есть электромагнитное поле вокруг тела, да, и даже можно сказать, что это часть нашего тела просто неплотная, это то, какие поля излучает тело. и там начиная от теплового поля, кончая там ароматическими, там всякими разными вещами, и там акустикой, которую мы издаем, да, это все часть нашего тонкого тела. И почему спать в своей ауре очень важно? Потому что, когда мы просыпаемся, мы как бы загружаемся в программу в некотором смысле. То есть мы просыпаемся, мы из сна, когда у нас был совсем, у нас как отключка такая, ну мы как дизайн-лекопитающих у нас, когда мы спим. Мы погружаемся обратно в девяти центров существов человека, который с разумностью встает. Короче говоря, мы при засыпании, просыпании и сне не контролируем, и мы не можем быть бдительны к обуславливанию. Потому что происходит, когда в наше поле заходит в жизнь человек, мы же чувствуем другого человека, да, то есть он пришел, и мы как-то наши ощущения поменялись. Вот во сне такого нет. Если мы спим, просыпаемся, засыпаем каждую ночь с одним и тем же человеком или с разным, неважно, в ауре, это значит в радиусе трех метров. И, кстати, не только люди, животные тоже. Мы думаем это обуславливание на химическом уровне, которое, может быть, нам приятно и нравится, оно как наркоману любому, да, которому нравится наркотик, оно и отравляет. Потому что мы фактически лишаем себя возможности распознавать вот эти отличия, когда есть только мы и когда появился другой. А где мое, а где не мое. Да, и получается, что при процессе разобуславливания в эксперименте с этим знанием непременным условием является как раз сон в собственной ауре. Поэтому если у вас, ну, у ваших зрителей и там нет других возможностей что-либо выцепить, как бы для себя, вычленить из этого нашего разговора ценное на уровне механики, потому что там, ну, бодиграф надо смотреть тупо, мы не можем конкретно давать рекомендации. Но вот эта вещь, она является универсальной. И какое здесь правило, что в радиусе трех метров никого не должно быть, в том числе за стенкой. То есть если за стеной сосед, что ж, мы с ним, значит, разделяем одно электромагнитное поле и каждый день мы просыпаемся в общей энергии. Поэтому вот организация спального места, понятно, сейчас кто-то скажет, а как же быть, у меня там нет. Ну что, распродукты матрасы, то есть вопросы как-то можно решать. Но они не рисуются внутри, конечно. В крайнем случае это становится приоритетной задачей. Для меня, например, сейчас, если я где-то там путешествую, еду даже в дороге, в отеле где-то остаюсь, я не знаю, что за стенкой. Если я прошел по коридору, там лестница, окей, а если нет, там соседний номер, я бываю просто стаскиваю матрас в центр комнаты для того, чтобы обеспечить себя здоровым сном. Потому что это приоритетная вещь, это гигиена моя частотная. Потому что я хочу проснуться в своей энергии. И вот, собственно, уединение такое на время сна является универсальной рекомендацией, которая будет полезна людям в процессе их разобуславливания, в процессе их освобождения от этих гомогенизированных, этих усредненных программ и решений, которые не ведут их к уникальной жизни. Спасибо большое. Я думаю, что, Даниил, мы еще как-нибудь с вами встретимся, чтобы продолжить наш разговор, потому что 40 минут пролетели, и у меня было еще очень много вопросов. Но в любом случае, какое-то представление, я думаю, что и наши слушатели получили. Но и если кому-то интересно, всегда можно найти в соцсетях. У вас же есть канал на Ютубе, да? Там очень много видео, которые можно послушать. Поэтому в интернете все есть. И ваш курс и обучение, если у кого-то появился интерес узнать побольше и познакомиться поближе с дизайном человека, вы всегда можете связаться с Даниилом в соцсетях. Спасибо вам большое и до новых встреч. Да, всего доброго. До свидания.